Многоразовые визы. Как это, по-вашему, будет способствовать налаживанию межличностных связей белорусов с европейцами? Когда же будет речь вестись о многоразовых шенгенских визах? Ну, я не уверен о техническом состоянии, но виза-фасилитация, я думаю, может быть, тоже будет связаться с белорусами, но потом я должен проверить, я не хочу быть техническим, и мы должны быть в виду, что это будет результаты договора, поэтому мы не можем сейчас говорить, по крайней мере, о таких результатах. Я не осведомлен о всех технических подробностях содержания соглашения об облегчении визового режима. Возможно, некоторые части этого соглашения затрагивают и многоразовые визы, это надо уточнить, и к тому же сейчас еще слишком рано говорить о конкретных результатах этого соглашения, поскольку его содержание станет предметом переговоров и результатом переговоров. Хорошо, другая тема. После выборов 19 декабря в Беларуси и жесткого разгона акции протеста оппозиции, ЕС и США действовали довольно слаженно. Речь идет и о заявлениях, и о принятых санкциях. Подобная координация оппозиции относительно Беларуси впервые происходила? После выборов 19 декабря в 11 декабря, мы увидели довольно координационный подход между ЕС и США в реакции того, что произошло в Беларуси. Это первое время, что ЕС и США сооруживают отношения? Нет, эта координация не новая. Мы были координационными соединениями с США за долгое время, и, в результате, эта координация опять же. Такого рода координация не новая. Мы уже давно координируем свои позиции. Иногда мы принимаем схожие решения, иногда есть определенные различия в нашей стране. В наших подходах, что, в частности, может объясняться и графическим положением ЕС и Соединенных Штатов, но координация происходит уже довольно давно. Из уст европейских политиков неоднократно звучало, что в случае продолжения репрессии со стороны власти Беларуси ЕС может ввести и экономические санкции. О каких конкретно экономических санкциях может ввестись речь? Есть репорты от политиков из Европейских политиков, что экономические санкции могут также быть предоставлены в Беларуси. Какие конкретно экономические санкции мы можем поговорить о том? Ну, я не могу говорить о том, потому что это в области, где решения ввестись в Европе. Что я хотел бы сказать, что мы находимся в ситуации, где мы предоставим репрессию 19 декабря. В первые конкретно-конкретные санкции ЕС, после декларации, но я говорю о конкретно-конкретно-конкретных санкции ЕС, только на 31 декабря, чтобы оставить время для возможностей. И теперь мы продолжаем смотреть, что происходит. И мы очень боимся о том, что начали, которые начали. И мы надеемся, что все люди, которые мы считаем политическими преступлениями, будут ввестись. Я не могу говорить сейчас об этом вопросе, поскольку это сфера, где решения принимаются на самом высоком уровне в различных инстанциях ЕС. То, что я могу сказать на данном этапе, это то, что мы в настоящее время находимся в ситуации, когда ЕС выступила с осуждением репрессивных мер, последовавших за событиями 19 декабря. Первая официальная реакция последовала от нас только лишь 31 января, чтобы дать какое-то время властям Беларуси. Но в настоящее время мы продолжаем следить за ситуацией, делаем постоянную оценку того, что происходит в Беларуси. Нас, в частности, очень беспокоят суды, которые уже начались и проходят. И мы надеемся, что все эти люди, которые считаются политическими заключенными, будут освобождены в итоге. Каковы критерии оценки действий беларусских властей при принятии решения о введении очередных санкций? Что должно произойти для того, чтобы они были введены? Или что должно прекратить происходить? Какие критерия оценки действий беларусских властей при принятии решения о введении беларусских властей при принятии решениях? Что должно произойти для санкций? Или что должно прекратить происходить? Ну, как я сказал, я не могу говорить о решениях, которые были введены и введены внутри Беларуси. Но я могу сказать, что это важно для нас. Так что, уже много лет, мы это экспрессировали. У них были 12 пунктов. У них были также, как мы называем, что 5 ключевых властей, которые мы экспрессировали в октябре 2008. И в ситуации, в действительности, в последнее время, мы поднимем не только нужны для выборов, но также нужны для выборов всех этих преступников, и для остановки с репрессионами, которые связаны с этим. Например, факт, что санкции были санкционированы против баристов, против логов. И мы также смотрим, что происходит с медиа. Так что все эти элементы, которые были в нашей долгосрочной позиции, они очень важны для нас. Как я сказал, я не могу говорить конкретно по тем решениям, которые будут обсуждаться и приниматься на высоком уровне в ЕС. Но я могу сказать те моменты и те критерии, которые важны для нас при оценке ситуации. И об этом мы говорим уже на протяжении довольно долгого периода времени. Есть документ, который называется «12 пунктов», которые мы выдвигаем в сотрудничестве с Беларусью. Есть пять ключевых областей сотрудничества, где мы хотели бы видеть определенный прогресс с белорусской стороны, которые были определены в октябре 2008 года. Сейчас настоящая ситуация, которая существует после 19 декабря, мы подчеркиваем не только необходимость свободных и справедливых выборов, но и необходимость освобождения политических заключенных, необходимость того, чтобы прекратить репрессивные меры в отношении, которые следуют в этой поствыборной ситуации. Нас беспокоят случаи, когда, например, адвокатов лишают лицензий, когда нападкам подвергаются средства массовой информации. Для нас важны все эти моменты в отношениях с Беларусью. Буквально вчера появилось сообщение брюссельского издания EU Observer, в котором говорится о том, что ЕС уже готовит экономические санкции. Речь идет об ограничительных мерах в отношении предприятий Белнефтехим и Трайпл, которые заняты в экспорте нефтепродуктов, а также экспортере вооружения Белтехэкспорт и поставщике калийных удобрений Беларусь-Калий. Вы можете как-то прокомментировать эти заявления? There has been a report from the Brussels-based online newspaper EU Observer about that EU is already preparing economic sanctions and in particular restrictive measures toward some petroleum exporters like Белнефтехим and Трайпл and the arms exporters Белтехэкспорт and the potash exporters Беларусь-Калий. Could you comment in any way on those reports? Well, journalists do what they want. In my position, I cannot comment on what is happening within the EU, decision process. We can only comment once a decision has been taken. So I cannot comment on that. I can only say, as I said a bit earlier, what is important for us, which elements are important for the EU to take decision? Well, journalists do their work and do what they should do. I cannot comment on that. 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 But I cannot comment on that, but what counts is what people do, their actions. So in this sense, we are optimists. И сейчас мы, так что, мы взяли решения в связи с ситуацией, но мы продолжаем, мы продолжаем, мы продолжаем, мы продолжаем с какой-то корпорацией. И мы также хотим интенсивить людей-to-поплот, потому что мы уверены, что если все работают вместе, там будет решение. И что Беларусь будет, как скоро, полностью партисипантом для всех европейских инициатив, как НПИ, НПИ, в районе, и также истинные партнеры. Мы в сфере доброй воли, и всегда есть эти два, две стороны, которые всегда нужно принимать во внимание, но что в конечном итоге имеет значение, это действие, то, что делают люди и к чему это приводит. Мы оптимисты со своей стороны. Мы, конечно, приняли определенные решения, касающиеся той ситуации, которая сейчас складывается в Беларуси, но с другой стороны, мы также и продолжаем сотрудничество по определенным направлениям. Мы хотим более активно активизировать межничественные контакты, контакты между людьми. И мы убеждены, если будут работать две стороны, то мы придем к взаимопониманию, и я надеюсь, что очень скоро Беларусь станет полноценным участником всех инициатив Европейского Союза, таких важных программ, как Европейский инструмент, добрососедство и партнерство, и инициатива Восточное партнерство. Спасибо. Будем надеяться на лучшее. Это был временный, поверенный в делах Евросоюза Беларуси на жанре Кольца. Я Андрей Коровик с вами прощаюсь. Совсем недолго оставайтесь тут.